Я всех приветствую! Сегодня ко мне обратились со следующим вопросом. Являюсь ли я защитником Евгения Савченко? Напоминаю всем, что это тот человек, которого подозревают в нападении на журналистов седьмого телеканала в городе Одесса. Я поинтересовалась, ввиду чего, в общем-то, существуют подобного рода предположения и, соответственно, вопрос. В ответ на это мне прислали скриншот со страницы журналиста седьмого канала некой Леной Ротари. Здесь написано следующее, я буду цитировать. Вот и он. А теперь, внимание, адвокатом Савченко будут представители конторы секты Мальцева. Далее следует вопрос, совпадение ли это. И, соответственно, под этой публикацией размещено видео, которое было размещено газетой «Общественный прибой», на котором содержится интервью самого Евгения Савченко относительно тех событий, которые произошли несколько дней назад в городе Одесса. Что по этому поводу могу сказать и хотела бы сразу же разъяснить. Давайте с вами вернемся на несколько дней назад и восстановим в памяти те события, которые происходили. Итак, несколько дней назад и Седьмой канал, и все каналы города Одессы, все СМИ Украины, в том числе ближнего и дальнего зарубежья, пестрили новостью о том, что было совершено нападение, вооруженное нападение на журналистов Седьмого телеканала в городе Одесса, прямо под стенами их редакции. Безусловно, все коллеги-журналисты выступили с осуждением подобного рода поступка, ввиду того, что нападение на журналистов в связи с осуществлением им его деятельности является преступлением, строго запрещено законом. Более того, все мы помним, что, к сожалению, существуют печально известные факты не только нападений на журналистов, но и убийств журналистов в связи с осуществлением ими их профессиональной деятельности. Итак, это был этап номер один. На следующий день, как вы помните, выяснилось, что журналисты Седьмого канала, публикуя видео так называемого нападения, вырезали оттуда 30 секунд. Эти 30 секунд говорят о том, что между началом драки и стрельбой, и прибытием людей к редакции Седьмого канала между ними состоялся какой-то разговор, то есть они стояли, общались, и никакого, скажем так, прямого и молниеносного нападения, в общем-то, не было. После этого, безусловно, некоторые и СМИ, и некоторые журналисты возмутились тем, что Седьмой канал, подавая информацию, в общем-то, подал ее не совсем достоверно. Впоследствии за этим журналисты общественного прибоя выложили интервью самого Евгения Савченко и записи с видеокамер, где видно, что автомобиль Евгения Савченко был ударен автомобилем, как там указано, одного из журналистов Седьмого канала, ввиде чего и произошел конфликт. То есть, соответственно, все мы с вами понимаем, что то, что случилось под редакцией Седьмого телеканала в городе Одесса, никоим образом не связано с журналистской деятельностью тех журналистов и тех ребят, которые, к сожалению, пострадали. Это является обычным бытовым конфликтом, который случился между одним человеком и другим человеком. Ну и как водится в Одессе, безусловно, один человек взял с собой еще несколько человек, другой человек взял с собой еще несколько человек, ну и все закончилось тем, чем это закончилось. Итак, итог простой. То, что случилось возле редакции Седьмого канала, не имеет никакого отношения к журналистской деятельности тех ребят, которые, повторюсь, к сожалению, пострадали и которым были причинены телесные повреждения. Соответственно, вывод простой. Все прекрасно понимают, что Седьмой канал просто-напросто всех обманул. Естественно, как вы понимаете, никому не нравится быть обманутым. Особенно тем изданиям, особенно тем людям, которые в такой, ну скажем так, трудный действительно момент выступили в поддержку и Седьмого канала, и его пострадавших журналистов. Знаете, существует такое понятие, как эталон относительного душевного здоровья человека. И я сейчас это говорю не как адвокат, я говорю сейчас это как дипломированный психолог. Так вот, один из элементов относительного душевного здоровья человека, это способность изменить свое мнение. То есть, когда человек ни при каких обстоятельствах, даже когда он неправ и всем вокруг это уже понятно, не может изменить своего мнения, это один из признаков душевного нездоровья данного лица. Так вот, в данной ситуации, что вижу я, и я сейчас высказываю свое мнение. Итак, Седьмой канал всех обманул. И выяснилось это достаточно быстро. Да, действительно был конфликт, да, действительно, к сожалению, журналисты, ребята пострадали, им были причинены телесные повреждения, но это не имеет никакого отношения к их журналистской деятельности и к деятельности самого Седьмого канала. Что, в общем-то, в этой ситуации можно было бы сделать? Ну, сказать, знаете, ребят, мы погорячились, были на эмоциях, действительно, это не имеет отношения к журналистской деятельности, но, тем не менее, те лица, которые это сделали, должны быть, безусловно, найдены и привлечены к ответственности. Дальше уже органы досудебного расследования должны решать, да, то есть, кто прав, кто виноват. Есть состав преступления, нет состава преступления. И соответствующий там обвинительный акт уже будет передаваться в суд, и суд будет решать, виновен кто-то или кто виновен из этих двух сторон. Но этого не происходит. Что делает Седьмой телеканал? Седьмой телеканал решает, в общем-то, как многие люди в Одессе, и я, как человек, который здесь, в общем-то, уже находится не первый год, не удивлена, найти крайнего. В этой ситуации крайним стал мой коллега и мой клиент Мальцев Олег Викторович. То есть, вместо того, чтобы разбирать ситуацию, вместо того, чтобы, ну, хотя бы извиниться перед своими коллегами, которые поддержали их в такой момент, достаточно трудный, но были, тем не менее, обмануты, Седьмой канал нашел Бабая в виде моего клиента. И теперь все журналисты Седьмого канала, это даже транслируется в прямом эфире, говорят, что вот плохой Мальцев. Господа, я извиняюсь, а Мальцев-то здесь при чем? Я всем напоминаю, что среди лиц, которые, в общем-то, приехали под стены редакции Седьмого канала, Мальцева не было. Не было сотрудников Мальцева, не было партнеров Мальцева. Более того, господа, Мальцева нету в городе уже как несколько дней. Но тем не менее, виноватым должен быть Мальцев. И вчера я написала на своей странице в Фейсбук, что это уже похоже на некую, знаете, такую психическую или психиатрическую эпидемию в городе Одесса. То есть все люди, которые не могут признать свою неправоту, все люди, которые не хотят вообще каким-то образом извиняться за свои поступки, винят во всем Мальцева. То есть, господа, причем обратите внимание на самое интересное, что вот эта вот госпожа Елена Ротари Мальцева не знает и в глаза его не видела. Более того, я вам скажу, что и я ее в глаза не видела и никогда этого человека, в общем-то, не знала. Но тем не менее, 7 канал считает, что виноватым всегда должен быть кто-то и не важно, кто это. Имеет этот человек какое-то вообще отношение к тому, что произошло или нет, но виноватым должен быть Мальцев. Господа, в подобного рода рассуждениях нет логики с одной стороны, а с другой стороны, я уже говорила, что я это называю психиатрической эпидемией в городе Одессе, которая называется так, переложи ответственность и найди виновного. А еще в любую непонятную ситуацию вини во всем Мальцева и, в общем-то, тебе останется. Это первое, что я хотела бы объяснить. Второе. Уважаемая госпожа Ротари, если вы не в курсе, вы все-таки журналист, а не юрист. Желаю вам напомнить, что в этой стране есть основной закон и он называется Конституция. Так вот, в соответствии с Конституцией Украины каждый человек, что бы он ни сделал, какое бы страшное и ужасное преступление он ни совершил, имеет право на защиту. И в этой стране нет людей, которые не имеют права на защиту, что бы человек ни сделал. Это норма, установленная основным законом той страны, в которой вы, кстати, проживаете. И вам, как гражданке этой страны, было бы, в общем-то, неплохо об этом знать. Поэтому подобного рода заявления с вашей стороны я считаю антиконституционными. И я считаю, что это попытка изменять тот конституционный строй, который установлен в этой стране. К сожалению, подобного рода попытки со стороны журналистов седьмого канала я вижу уже не первый год. И, безусловно, я считаю эту тенденцию пагубной. Потому что если мы с вами не будем руководствоваться положением закона, а будем руководствоваться мнениями каких-то людей, даже мнениями журналистов, то ни к чему хорошему эту страну подобного рода подход не приведет. Ну и отвечая, как говорится, на главный вопрос. Являюсь ли я защитником Евгения Савченко? Евгений Савченко ко мне не обращался. Ни его адвокатом, ни его защитником я не являюсь. Но ввиду подобного рода поступков со стороны госпожи Ротари, которая, повторюсь, еще раз подобного рода действиями, по моему мнению, посягает на тот конституционный уклад, который есть в этой стране и берется судить, кто имеет право на защиту, а кто не имеет право на защиту. Евгений Савченко, если вы меня слышите, если вы ко мне обратитесь, я буду вас защищать. Считайте это официальной офертой. Всего доброго.